Это наша родная Рыжкановка. Ее самое сердце. Вот здесь центр, можно сказать, Рыжкановки, где пересекаются улица Киевская, бывшая Димо, Московский проспект, улица Алешина, бывшая Богдан Воевод, бывшая Федько, улица Олегу Руссо. И вот здесь, в самом центре Рыжкановки, почти полвека, неотъемлемой ее частью, было вот это здание Дворца культуры профсоюза. Люди такие, как я, которые родились здесь, на Рыжкановке, жили, ходили в школу, жили здесь их родители, друзья. Мы все помним это здание. Мы все здесь бывали не один раз. И сейчас, конечно, просто сердце кровью обливается, когда смотришь на эти руины. Я вот нашел в энциклопедии Кишинев, изданной в 80-е годы, здесь короткая статья про это здание. Дворец культуры профсоюзов Молдавии, улица Димитрова 7, сейчас Киевская 7, открыт в 1971 году. Располагает зрительным залом 800 мест, лекционным 250 мест и спортивным залами, комнатами для кружковой работы, отсеком для детского сектора, выставочными холлами. В 1982 году при дворце работали 18 коллективов художественной самодеятельности, 510 человек, 13 любительских объединений и клубов по интересам, 1200 человек для взрослых, а также ансамбль песни и танца Гарафица и 6 кружков художественной самодеятельности для детей. Звания народных удостоены 8 коллективов, ансамбль танца Чакерлия, оркестр молдавской музыки и песни Хабзар, театр Контемпорану, ансамбль современного бального танца Спиранца, литературный театр Альба и другие. Во дворце работают 10 народных университетов, 1532 человека. Народные университеты это что-то такое, что сейчас бы назвали, наверное, неправительственным организациям или гражданским обществом. То есть в этом здании, которому 47 лет было, исполнилось, его разрушают. Одновременно где-то до 5000 человек, взрослых, детей, занимались культурой, спортом, повышали свои, расширяли свои знания, узнавали что-то новое, то есть люди были чем-то заняты. А за все это время, наверное, десятки тысяч человек прошли через этот дворец культуры профсоюзов. Он для них был как родной. И сейчас вот это все уничтожается. Это разрушаемое здание, это очень поговорящий символ так называемых рыночных, либерально-демократических и проевропейских реформ. И что произошло? Вот здание, которое было для людей, действительно для трудящихся, для членов профсоюзов. Сначала было фактически украдено у этих самых профсоюзов. Да, оно было продано, но никто не знает, как это было сделано. Потом оно пошло по рукам, начало менять собственников. И сейчас оказалось в руках собственников, которые решили на этом месте построить немецкий гипермаркет. Посоучаствовали в этой краже кишиневские муниципальные советники и от проевропейских партий, и от партии социалистов. Они приняли решение отдать эту землю для немецкого гипермаркета Кауфланд. Сначала они хотели построить этот магазин на Чеканах, на проспекте Мирчачелбатрын. Но потом нашли место получше. К немцам претензий нет, они продвигают свои интересы. Претензии есть к нашим, которые идут на такие нарушения. Сейчас такие магазины обычно строятся на окраине города, а не в самом центре жилых кварталов. Здесь и так постоянные пробки на этих улицах. Здесь будет парковка, будет просто транспортный коллапс, потому что ничего не рассчитано, не просчитано. Жадность, она доминирует над всем. И почему немцы? Ну, тоже понятно. Молдова заключила соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. И так же, как в других странах, таких как Румыния, Болгария и других бывших странах социалистических Восточно-Центральной Европы, здесь просто не должно остаться отечественного бизнеса. В Молдове не должно быть молдавских банков, в Молдове не должно быть молдавской энергетики, молдавских страховых компаний, молдавских торговых компаний и сетей. И в конечном счете в Молдове не должно остаться молдавской земли. Уже сейчас, по некоторым оценкам, до 20% молдавских черноземов находятся в собственности иностранцев. По неофициальным данным, эта цифра составляет уже 40%. Если все будет разрушаться такими темпами, то скоро ничего молдавского у нас не останется. И что же делать? Может быть, все-таки однажды мы все поднимем голову и снесем эту антинародную власть, чтобы они когда-то очень скоро не снесли окончательно всю Молдову. Спасибо. Спасибо.